всем большой привет с вами таня и я очень рада видеть вас на своем канале о вышивке сегодня вам предлагаю вместе со мной подвести итоги апреля посмотрим что я начинала что вышивала и что мне удалось завершить забегая наперед хочу сказать что свою цель вышить более 10 тысяч крестиков я достигла чем очень и очень рада получилось у меня около 10 тысяч 100 с чем-то крестиков поэтому это не кое-как еле-еле дотянуло до 10 до а с хорошим таким запасиком хочу еще пару минуточек говорится о том как я выбираю свои процессы возможно кому-то непонятно почему те или иные процессы то появляется то уходят с моей ротации в одном месяце они могут быть хорошо продвинута в следующем вообще не не прикасалась я к ним некоторые пропадают из моих процессов активных и на полгода но дело в том что я сейчас пытаюсь балансировать между вышивкой по желанию по настроению вышивкой по кубикам и вышивкой по плану когда я для себя выбираю что-то одно ничего не получается выбирая вышивку по плану я начинаю скучать по какой-то такой неожиданности непредсказуемости и мне хочется кубиков когда я выбираю для себя кубики мне иногда попадает процессы которые мне в данный момент не очень хочется вышивать ну не попадает они в мое настроение тогда мне хочется вышивать только по желанию и когда я выбираю вышивку по желанию по настроению по вдохновению мне не хватает какой-то организованности какой-то стабильности какой-то определенности и тут я начинаю опять возвращаться к планам и получается вот такой замкнутый круг да не я решила попробовать все эти три способа выбора процессов вместе поочередно по настроению выбираю что я хочу кубики я хочу или я хочу взглянуть свои планы посмотреть что мне там нужно продвинуть или просто по настроению выбираю если мне прям какому-то процесс у меня очень сильно тянет это я беру конечно его в общем вот пытаюсь найти в этом всем баланс в апреле мне удалось повышивать 7 процессов поэтому давайте скорее перейдем к их просмотру к обсуждению надеюсь вам это все будет очень интересно и вы с удовольствием со мной проведете время желаю вам приятного просмотра начать я вам предлагаю по порядку того процесса с которого начался мой апрель продолжаю свою традицию начинать новые процессы первого числа каждого месяца и в апреле я для себя выбрала вот такой мил хилл весеннее дерево елка весенние до пасхальная очень красивый классный весенний свежий сюжет который безобразно изображен на превью очень все изменено очень все такое тусклое мрачное самом деле совершенно совершенно получается другой результат я эту работу к сожалению не закончила и сейчас она у меня в процессах и вот так это все выглядит перед тем как рассказать про процесс давайте еще расскажу больше про комплектацию набора и что в него входило в общем вот такой мил хилл как вы понимаете вышивается на перфорированной бумаге она у меня осталось такой коричневый цвет пряничный дает цвет имперного пряника в общем-то довольно стандартный вариант для мил хиллов ских наборов дальше ниточки дмс и они у меня разобраны и стеки на насыщенные оттенки на присутствуют красный синий такой зеленый в такие нежные светлые в общем-то цветов немного все они довольно симпатичны и бисер бисера было много бисер вот такой яркий насыщенный разноцветный крупный по-моему здесь 5 это совсем мало если он вообще есть не помню если он вообще но в основном это 11 размер бисера и пришивные пуговички покажу сейчас вот такой кролик керамический на и соответственно вот такой цветочек кролика я хочу заменить на пуговичку от шелковой нити для сравнения вам показываю будет они вот в паре с этим цветочком висеть цветочек мне нравится получился у мелки так как вы видите основу из набора я заменила я взяла банты это основа окрашенная в группе равномерка на траве 28 каунт я на этой же основе вышивала кролика весенним тоже от мелхилл и мне очень понравился результат получился нежно очень так по весеннему и в общем-то я своим результатом осталась довольна и здесь я решила тоже повторить этот опыт и поменять именно основном в таком цвете в целом мне нравится но после того как я уже стартанула я увидела отшив на бумаге на канале у евгешки и же не вышивала этот набор на оригинальной основе из набора и мне очень понравился результат просто безумно как это все смотрится ярко насыщенно классно на основе из набора совершенно по-другому не так как это показано превью и я даже на какой-то момент расстроилась так разочаровалась в своем выборе подумала наверно зря я поменяла но все таки эти работу мне парные я хочу их оформить рядом то есть они будут обе оформлены в раму от дорамки кролик уже меня был оформлен вторую такую же раму я купил она лежит и ждет вот этого процесса эту готовую работу они будут стоять рядом наверное было бы и будет гармонично и симпатично то что они вышли на одинаковых основах хотя тут нитки разные и бисер совершенно разные то есть то работают действительно и в плане бисера очень нежная очень такая светлая здесь же такое более получается насыщенный темный яркий вариант но я думаю что снова и одинаковые рамки все-таки немножечко объединят и вяжут сейчас на данный момент мне нравится и я как бы приняла эту основу приняла свой выбор и продолжаю вышивать смелхил у меня такие непонятные отношениями всегда очень хочется начать мне очень нравится результаты у девчонок куда я вижу вдохновляет и хочется побольше наборов иметь своей коллекции но как-то несложно у меня почему-то вышивается мне никогда не хватает вдохновения довести работу до завершения начинаю до сначала и до конца то есть если с большим вдохновением желанием распаковываю начинаю но потом это затягивается на 2 то и на три месяца не знаю почему так происходит в общем то тут история повторилась я начала вышивала получил огромное удовольствие отложила и пока еще не успела к нему вернуться вот но я надеюсь что в мае это сделал мне бы хотелось конечно работу завершить и чтобы она не лежала долго в моих процессах на сегодняшний день у меня готова около 60 процентов вышивала большая часть наверно крестиков да то есть в рамке немножечко осталось здесь доделать крестики в основном здесь будет работа бисером ну и совсем немножко там вышивки будет еще на дереве тут тоже в основном это все бисерная вышивка ну в целом процесс приятный мне очень нравится и вышивать на ткани мелхил я люблю буду продолжать и надеюсь что вдохновение на завершение этой работы меня все-таки в мае посетит немножечко поговорим про ткань да и таким образом перейдем к следующему процессу как видите здесь у меня довольно большой отрез свет у меня подобно то там в общем то должно хватить еще на один мелхилл и снизу у меня тоже был соответственно еще продолжение этого куска было здесь как раз вот в этой части располагался кролик и я вот этот уголочек вырезала после того как его отшила и сбоку вот эта часть она вот здесь продолжалась и пересела изначально я решила вышивать эту работу на станке я это все подкрутила закрутила и в общем станок установила и вышивала все меня устраивало но в какой-то момент я споняла что соскучилась по вышивке именно держа пяльцы в руках не за станком а просто сидя удобно на диване или в кресле и соответственно решила что сниму эту работу со станка не буду вышивать держа в руках и тогда вот эта же часть которая вот здесь была подогнута звезд она как-то меня вылезла и начало свисать и тем самым начала меня немножко раздражать и я думаю чтобы мне делать не чтобы подвернуть то просто и мне нужно было придумать в общем то как весь на сегодняшний день и и отрезала она тогда в тот момент мне не хотелось отрезать потому что я думала дурки выберу какой-то ну такой удлиненный узкий сюжет и выше как бы на его на длинные полоски вот и поэтому перед тем как отрезать не надо определиться что же мне вышить на этой основе для еще одного мелхилла здесь вот такого формата здесь место конечно не хватало нужно было выбрать что-то другое я полезла в свои запасы чтобы понимали все это было ночью вот приспичило просто определиться что мне делать с этим кусочком и я достала вот такой наборчик от dimensions butterfly dream классный очень яркий насыщенный будет потрясающий результат я уверена он здесь идет на основе цвета айвори 14 канда вот такие яркие ниточки и краски летние сочные в общем то я подумала что вот как раз таки он на этой основе будет здорово смотреться вот такие бирюзовые оттенки классно будут сочетаться таким на этим но он серовато сиреневый то есть это такой цвет и сиреневые оттенки серый тут присутствует все это вот так намешано очень симпатично и розовый будет классно сочетаться в общем будет выглядеть ярко очень насыщенно и мне нравится что снова будет темная да по сравнению с айвори конечно это снова темнее вот в общем то я уже все это представила в самом лучшем виде как это получится и очень мне хотелось к этому приступить но как вы помните у меня в активных процессах уже есть такой формат от dimension набор из такой серии до маленький набор из обычной серии и мне бы не хотелось 2 брать в активные процессы да пока я тут не завершила ну к тому же вот этот кусок который здесь был он хватал впритык то есть там конечно для вышивки можно было бы по периметру нашей ткани чтобы было вышивать удобно но и для оформления там было прям впритык впритык и в общем то я стала сомневаться что именно этот кусочек сюда подойдет потому что мне же нужно было уже не только как бы выбрать но и определиться отрезать и уже все окончательно решить ну несколько вот таких моментов сомнений все-таки присутствовало я решила что все таки да я эту работу обязательно буду швать на доснове но вот на том кусочке который подвернут там гораздо больше места и мне нормально хватит и для оформления и для вышивки все будет удобно но вопрос с этим отрезком который здесь висел сквозном он все-таки остался открытым и что я решила я вспомнила что у меня есть схема который не так давно встретила в одной из групп вконтакте в открытом доступе и что я хотела бы ее вышить думал о а не вышить ли мне на этом кусочке как раз таки маленький тот сюжете и вот он не вот что у меня получилось я в общем когда я эту идею словила я понеслась подбирать нитки я стала выбирать чтобы мне взять и уже все меня было не стоп не остановить я тут же сделала себе перри набор собрала нитки сразу скажу нитки не поключу нитки подбирала сама и как убить начала и работа завершила давайте уберу не ухилл и расскажу подробнее про этот дизайн про эту работу ведь я работу постирала я немножко увлеклась включил не касается достаточно горячую воду но в общем мысли мои были не о том что я делаю и немножечко основа подсунулась все-таки она стала светлее но вот эти все развода не все видны и я думаю что когда появится вокруг ткань да я буду это оформлять прикладную вещь то немножко цвет вернется но вот так вот немножко он конечно посветлел но это моя такая оплошность что я немножко забыла чем я занимаюсь до думала не об этом так вот вот такой кролик это дизайн от бренда жарве очень у нас сейчас становится популярна очень многие и пробуют ее дизайны до чтобы быть точнее вышивают знакомиться с ней у меня есть в запасах несколько дизайнов от этого автора и давно я тоже на нее смотрела давно приобретала схемы собирала но кажется я еще ничего не успела вышить вот этот дизайн наверно был первым милейший правда я вставлю фотографии как это должно быть выглядеть и конечно у меня совершенно другой результат нежели предлагал автор по ключу меня не так не было и я решила что можно что-то подобрать и опять же да я отталкивалась от этой основы потому что если посмотреть на дизайн да как его видел автор там совершенно другая основа и те нитки наверняка бы на мою основу не легли а мне вот хотелось именно вот этот кусочек вот прям сейчас пристроить прям выжать и поэтому соответственно под эту основу такую сиреневую я и подбирала нитки дочки у меня лежат вот в этом коробочке я тогда показывала в итогах марта да что у меня вышелся такой дизайн и отформился и по моему говорила что пока еще не определилась что здесь хранить так вот я здесь стал хранить ниточки ручного окрашивания которые у меня сейчас в работе вот здесь есть нитки для французского сада центра с над фаготен мы о нем чуть позже поговорим также здесь пишет пакетик с подбором ниточек ручного окрашивания для дизайна который я пока еще не начала и даже не знаю когда начну в ближайших планах нет но у меня было настроение на подбор не так я подобрала и подключу мета практически ничего нет и я взяла из своих запасов пока не буду подробно остановиться потому что повторюсь что не знаю когда я к этому приступаю просто вот здесь отложены они отдельно чтобы потом снова не подбирать и вот как раз тот пакете который содержит ниточки используем в данном дизайне так давайте посмотрим изначально я выбирала цвет для реки да потому что раз у меня основа фиолетово такая сиренево-серая чуть розовинка чуть сиренинкой я решила что для реки хорошо будет вот такой темный цвет сиреневый он немножко вот если приглядываться конечно в нем есть разные оттенки вот но они практически незаметны они и матки не видны иной соответственно в работе тоже я пыталась изначально вышивать закрывая каждый крестик отдельно чтобы хоть как-то проявились переходы но их совершенно не было видно и крестики на 28 каунте если вы так вот вышивать они смотрятся плохо поэтому я решила я половину лейки вышила и распорола решила вышивать обычным способом горизонтальными рядами до открыть ряд закрыть открыть закрыть вот в целом мне нравится до 28 основана очень светит но у меня не было каких-то таких знаете ожиданий каких-то невероятных по поводу этого дизайна мне хотелось вышить кролика с лейкой такой чудесный синий дизайн на вот этом кусочке снова подбором ниточек которые я выберу сама и посмотреть как это у меня получится так значит первая ниточка это нитка от маргариты зайцевой маргарита garden номер 490 кому-то надо будет я ее тоже уже использовала ранее в одном из дизайнов атланы ленской зимним квакером дальше по ключу у кролика идет зеленая такая зелено-голубая жилеточка у меня был вот такой цвет тоже от маргариты номер 500 530 538 вот такой изумрудный зеленый цвет такой зеленки в сказала и я решила его взять и вот он с этой основой и с этой ниточкой он прекрасно сюда сочетался смотрелся ну соответственно как-то коричневый кролик мне казалось сюда не очень подходит я решила сделать его серым и здесь я уже использовала ниточку от джонтал арт банкерской ниточка она конечно бесячая честно сказать я вышивала из этой ниткой кроликов по кругу от она любая designs несколько лет назад в прошлом году я его оформила в корзинку так вот суть в том что в ключе не было сказано того что не хватит одного матка ниток и соответственно я покупала его несколько раз и я сейчас не подготовилась но и так поверьте мне на слово что закат я не пришел первый вот этот маток я его вышла и после этого заказала еще так прямо что мне этого не хватит и пришли в этом же цвете с этим же номером совершенно другого цвета нет они были вот этот такой темный серый и в нем очень контрастные и очень даже не контрастные а очень резкие переходы такого темно-серого более светлому серому здесь вот именно вот эта часть нитки она более менее но та которая вышивала вы можете посмотреть тут есть как совершенно темные да так рядом вот такие светлые оттенки практически голубые и они вот так вот и шли то есть там мог быть кусочек 2 сантиметра светло потом резкий переход в темный там 5 сантиметров темного и опять резко вот как будто бы какие-то пятна то есть идет темный участок на нем несколько светлых пятен таких вот по два сантиметра и причем это такой резкий переход прям обрывистый и вот это вот в этой нитке а другие два цвета такие же до соответственно с таким же номером с таким же цветом были совершенно другого цвета не были более светло-серые с голубыми переходами и гораздо ниже не были переходы выровнение плавнее да скажем лучше и конечно вышивка теми нитками было гораздо приятнее совершенно давала другой эффект вот эту нитку мне хотелось просто закончить поэтому я решила ее сюда пристроить но она и здесь меня помучила потому что видите он идет такими пятнами такими какими-то непонятными участками я сначала долго думал что же мне делать перешивать не очень не хотелось потому что этот процесс он ворвался в мою такую вышивальную жизнь очень неожиданно спонтанно и мне хотелось просто быстрого результата пойти на поводу своей вот этой идеи что взять ткань взять нитки вышить получить результат и все но в итоге я кроме результата получила порцию таких мучений вместе с этой ниткой в общем-то не хочу больше даже и вышивать у меня еще остался кусочек я думаю это дело что мне все сюда уйдет и я забуду просто про нее потому что ну как бы она так не очень хорошо проявляет вышивки показывает наверное ей было бы лучше вышивать какие-то небольшие участки зашивки а какие-то тип узоры да то есть такие вытянутые какие-то формы узкие скажем так на типа листики узоры бордюры что-то вот такое да не большими пятнами но эту я ее решила здесь использовать уже вышла уже оставила и как бы ладно и как видите у меня получилось довольно такая темная насыщенная центральная часть да то есть кролик такой темный насыщенный лейка соответственно у него жилетка и я решила что именно вот вокруг да вот эти цветочки нужно что-то взять побледнее зеленый цвет и я взяла вот такой такой нежный бледненький есть такие желтые включения вот мне показалось да ну и в общем то это видно что он тоже хорошо сочетается с этими ниточками тоже такой немножко холодноватый оттенок но побледнее посветление будет так насыщенно у вас сейчас на камеру выглядит насыщение хотя бы возможно потом будет по-другому и эта ниточка от группы уникорн мэйн это наша питерская группа тоже окрашивают ниточки мне в общем то ниточки очень понравились здесь такие заметные хорошие переходики они плавные они не контрастные не резкие но они заметно да давайте посмотрим на работе эту ниточку вот видно что тут более насыщенный идет цвет потом побледнее вы здесь кончил листика желтенький здесь тоже да то есть работа не полосит нет такого вот яркого резкого перехода цвета к цвету но при этом явно есть разные оттенки это оживляет очень работу и остались у меня цветочки там кстати по моему для зелени тоже использовалась два оттенка не решила остановиться вот на этом одном и для цветов я уже взяла два разных цвета вот такие один более такой теплый розовый этого тоже от маргариты зайцевые 558 здесь видите такие розоватые оттенки и немножко пятнышки такие фиолетовая на по насыщеннее есть участки посветлее и им вышивались вот эти большие бутоны них тоже вот видите нет вот этой полосатой стены я явно видно что есть разные оттенки да вот не из более такой темно-сиреневая здесь яркий розовый а вот уже маленькие вот эти штучки да здесь тоже нужно было использовать два оттенка три крестика одним цветом уголок другим цветом но я решила вообще не заморачиваться я взяла ниточку тоже от уникорные ссылочки на группу я оставлю но вот такая по насыщеннее же здесь тоже видите переходы к светлому темному на немножко понасыщеннее потемнее нежели другой цвет и вот такой результат для носика я использовала какую-то розовую нитку которая у меня была одна органайзере с нитками просто и села здесь я взяла у меня был висел кусочек светлых ниток от мелхилл от которым по-моему от мелхилл или от другой работы но в общем нары иногда я остатки пристраиваю просто вот так вот на подушечку и потом могу по случаю что-нибудь отсюда взять таким образом я взяла для усиков ниточку нашла там кусочек для носика да то есть и глазик я сделала по моему просто черным а вот хвостик там по ключу была ниточка вот эта шерстяная от кэрон по-моему да она вроде бы не помню точно но в общем все ее знаете который распушивается здесь мне пригодился остаток от набора от босс из reds winter friend я вышивала тоже несколько лет назад у меня были остатки я все думала продать не продать даже сделала фотографии чтобы выложить в альбом на так и не собралась и в итоге вот ниточка туда мне пригодился тоже жесты на ниточка которую можно распушить я этого не сделала ставила так но в общем то такой эффект объемности такой пухлости он присутствует и вот такая работа у меня получилась здесь я уже подобрала ткани для оформления не буду сейчас вам показывать они там лежат гладильные доски уже заготовлены не оформила хотя уже довольно много времени прошло с момента завершения этой вышивки только потому что никак не могла определиться с формой изделия что же я хочу в общем то вроде как к чему-то пришла какому-то решению осталось раскроить ткани и соответственно собрать конверт вот ну как вам результат как вам кажется как вам мой подбор мне в целом очень нравится мне нравится цвет лейки и мне нравится вот эта вода и зелень с цветами здесь я абсолютно довольна кролик мне не нравится цвет нитки хотя мне кажется как раз таки серый здесь замечательно смотрится но здесь меня подвела именно сама нитка да что он такая с такими плохо окрашенная не знаю как они вообще в продажу такое отдают меня это как бы немножечко возмущает что ли но опять же может быть это так потоковый в таком большом количестве что они не рассматривают каждую нитку и просто не заметили что она у них так плохо окрашена да ну может быть решили что и ну и ладно кому-то попадется и пускай вот потому что повторюсь что так должно не должно мне есть другие две нитки в этом же цвете они совершенно по-другому выглядит то есть как бы здесь я немножечко расстроилась и даже ну и при этом я же знала что это нитка так будет но все равно я взяла но мне хотелось ее закончить уже то чтобы она не лежала вот и немножечко мне не нравится жилетка потому что я видите в этой нитке тоже есть такие переходы и мне не хотелось чтобы она полосила я как то тут какими-то вот такими мудренными этими шла то есть неровными такими рядами да но сейчас я уж думаю надо было вышивать вот так же как лейку просто горизонтальными рядами и было бы лучше но немножко вот так и чуть намудрила но переделывать уже не захотела в целом нормально вот в целом я говорю что когда не было цветов мне прям очень сильно смущал кролик но когда работа завершилась все вроде как собралось воедино и теперь это не так сильно привлекать внимание а в целом работа мне кажется очень даже получилось симпатично и в оформлении думаю будет еще лучше выглядеть поэтому жду оформления что когда мне доберутся до этого руки вот вот такие ниточки но довольно яркие насыщенные не похожи на то что по ключу но мне иногда хочется вы знаете проявить такую свою фантазию свое творчество и сделать на свой вкус не всегда иногда мне очень хочется по ключу но вот именно в каких-то таких вот небольших дизайнах интересно иногда самой поиграться с ниточками тем более сейчас у меня пополняются запасы вот этих ниточек ручного окрашивания именно на от наших девочек я вот пробовала ниточки от маргариты зайцевой ниточки unicorn main да и сейчас мне вчера буквально пришли ниточки в нове тоже ссылочку оставлю я как раз сегодня вам не покажу покажу в следующем видео планирую видео с покупками и подарками вот и там обязательно покажу подробнее них расскажу но скажу наперед я осталась очень очень довольна вот так наверное хватит об этом процессе уж очень долго я на нем остановилась в общем то это вот был мой второй старт апреля и единственный финиш маленький главное что он есть дальше давайте раз уж мы говорим про примитивы продолжим про них и вернемся к французскому саду обещала я вам о нем поговорить сейчас покажу работу здесь ниточки идут викс да и воркс вот такие цвета и что я заметила вот пока из всех ниток что есть у меня если сравнить до ниточки окрашенные нашими девочками и вот эти виксы вообще виксы мои наверное любимчики из они так там джонтал артисе смотрите классики вот и виксы сравнивать то наверное виксы мои фавориты и если вот приложить вот эти нитки нитки наших девочек наши конечно делать более насыщенные цвета здесь вот у них наверно нету такой вот при пыленности такой вот застаренности этого эффекта нету здесь но опять же давайте я об этом все-таки поговорю в покупках что я стала наберем наперед забегать хочу показать тоже сравнить вам да и мы об этом поговорим в следующем видео сейчас все-таки французский сад ой кстати я поняла что я не достала превью сейчас посмотрю будет рядом она мне или нет так нашла я превью показываю вам вот такой французский сад от сэмплер снот фаготон должен не получится но красота правда такой очень интересный очень красивый сэмплер выполнены вот в таких рядах интересных разнообразных которые мне напоминают круженные ленты пока что я совсем мало днем вышла но очень надеюсь пусть не в этом настоящем году увидеть эту работу все-таки завершенной и оформлены я об этом мечтаю так но превью отложим и посмотрим что у меня есть на работе я его вшивала до этого в последний раз аж в прошлом году в ноябре по моему да я делала рукодельный блог как раз в этом формате в том видео показывал продвижение что у меня тут есть первые три ряда начаты вышиваться нижний и третий ряд доведены практически до середины вот здесь центр работает здесь немножко не хватает здесь вот а как раз таки второй ряд я уже довела до другого края естественно вот здесь именно вот эти узоры на центральные они будут завершаться хотя нижний да он идет дальше а вот эти вот завершается то есть вот как раз таки этот ряд я завершила но опять же не совсем потому что если внимательно посмотреть вот эти элементы у меня выполнены вместе с серединкой а здесь вот в этих частях серединке не хватает ну надо доделать надо дорабатывать в апреле получается я как раз работала вот над этой частью и вот здесь немножко заполнила светлым цветом то что было пропущено раздражение небольшие но я рада что они есть потихонечку понемножечку работа движется это хорошо ниточки виксы works и основа это у меня лен newcastle 40 кант соответственно от равномерки на траве окрашенный в группе равномерки на траве ну красота не буду долго останавливаться просто хотелось отметить что эту работу я вышивала продвигала пока что на нее каких-то конкретных таких планов нет просто вышивать в удовольствие по случаю по настроению и понемножечку продвигать так что еще по примитивам из примитивной вышивки у меня еще есть дорожный процесс это вот такие домики пляжные я их тоже уже не раз показано своем канале и вы их видели пляжные домики от производителя канды коттедж металл воркс это не выглядит повторюсь тут был набор в котором была схема ниточки ручного окрашивания классика ларокс и пуговицы от just not button company здесь у меня основная часть не так пуговички и схем здесь и делать перенабор и вышивая по перенабору до посмотрим что у меня получилось дорожный процесс вышивая исключительно вне дома поэтому продвигается нерегулярно продвигается понемножку но все-таки продвигается что меня несомненно радует в качестве основы я здесь выбрала мурана цвет мог они однотонный и вышивая ниточками соответственно из набора что у меня появилась на сегодняшний день что вы еще не видели вот здесь у меня вот эта волна была не завершена я додела доделал до вышивала бережок и меня уже два домика классно правда мне очень нравится очередной раз сделаю акцент на том что отшив не похож на превью ниточки отличается от тех которые изображены здесь на картинке но я с этим смирилась я это приняла и как бы результат в целом мне очень нравится как вы видите вот в этих светлых оттенках да вот фиолетовый здесь уже явно видны переход в желтом тоже сейчас можно камеру не так тоже такой цвет которому более-менее видны переходы хотя здесь я не закрывала каждый крестик отдельно я вышивала горизонтальными рядами давайте ближе посмотрим еще ну и получается мне кажется очень симпатично здорово и вышивается с удовольствием вышивать с интересом начала я вот здесь в дерево и по тиху то есть основу для дерева ствол ветки я вышила теперь заполняем все это дело листвой думаю что немножечко я еще здесь умещусь надо будет опять переставлять пяльца дальше я планирую наверное все таки вернуться к этой части работы потому что здесь у меня нет не завершена песок этот берег да он как отвечу дать вот так подержу у меня не завершён берег на той стороне этой половине дизайна и я бы наверно продолжила траву то есть конечно домики вышиваются очень легко и приятно но нужно все-таки вот здесь завершить вышивку на чтобы уже как бы нижняя часть была полностью отшита а кстати да еще у меня появились белый цвет на волнах и этого тоже не было гребешки я оформила белым тоже было сделано в апреле то есть так хорошенечко я постаралась продвинулась и на сегодняшний день у меня готова 52 процента от работы повторюсь да смотрите здесь какой яркий домик и здесь какой он такой нежный бледный и я вот думаю может быть мне для солнышка все-таки взять другую нитку и вышить другой ниткой в общем надо подумать посмотреть какие у меня есть варианты потому что покупать конечно специально ничего бы не хотелось если у меня найдется подходящий цвет я бы наверно заменим как вы думаете что скажете стоит делать солнце по насыщений у вас сейчас так все контрастно выглядит эти вот переходы на видео очень в жизни вроде как все помягче на вот переходы в ткани вот ну продолжаем вышиваю ниточки наверно не буду вам снова показывать потому что в общем-то показывал их в каждом видео показывают этот процесс меня так он дорожно он вышивается более-менее регулярно в том плане что ежемесячно да пусть может быть не каждую неделю он у меня бывает процессах но все-таки феврале его взяла и феврале были какие-то продвижения и в марте и в апреле тоже ну вот ниточки у меня на деревянном органайзера гибокс такие вот оттенки симпатичные так наверное что касается примитивов это все посмотрим давайте еще что я успела повышать какие еще процессы продвигала этот процесс я сегодня уже упоминала вот такой красивый нежный весенний дизайн и диман шанс вес дейберс я его вышивала совсем немного продвижение моего привели по нему более чем скромные но все же я думаю лучше мало чем вообще никак давайте посмотрим вот на красавец здесь я подложила картонку на обратную сторону чтобы лучше было видно и ниточки как смотрится на основе и сама основу здесь у меня взят был фаста ли старый аккаунт голубой не однотонный по ключу точнее в наборе шла аина белого цвета 14 аккаунта я кант немножко уменьшил и поменяла цвет мне очень нравится как смотрится на голубом не начинается как ниточки сочетается как цвета по-другому совершенно открываются и смотрится и я абсолютно довольна тем что я так решилась креативничать выборе основы думаю что все у меня получилось в прошлый раз когда я показывал данную работу меня было завершены завершена вот эта часть да и соответственно были закрыты два угла с правой стороны и в этот раз мне удалось добраться до третьего угла и закрыть его вот так вот получается здесь конечно совсем по крестиком мало но в масштабе в этой работы продвижение хорошие здесь меня появились голубые цветочки появилась зелень и вот такой мотылек бабочка такая ну красиво здорово получается здесь вот видите бэкстич две нити выполняется вот этим цветом принципе ножи и здесь также был и частично бэк в одну нить ниточки да что-то по ниточкам нитки у меня организованы на китайский органайзер но там у меня развешено совсем понемногу то есть по одной пасме до который уже большая часть начатых а может бы что-то уже закончилась основной части все-таки оставила пока на органайзере не перевешивала поэтому нагляднее что посмотреть цвета будет посмотреть именно их в на этом органайзере который шел в наборе очень-таки нежные яркие до одновременно светлые оттенки мне кажется абсолютно весенние такие весенний дизайн соответственно и весенние оттенки не так в нем используется но немного цветов в общем то что логично для такого набора до небольшого буду продолжать конечно мне бы хотелось его завершить но я буду смотреть по времени по желанию нет у меня такой цели да именно закончить его поскорее просто я понимаю что результат будет очень красивый я его буду обязательно оформлять в раму вверх на стеночку себе сюда в рукодельную комнатку и поэтому не хочется видеть эту работу завершенной но есть дизайны которые прямо надо заканчивать поэтому с этим как получится как будет вдохновение как будет настроение может быть еды на виду до финиша может быть еще и на июне останется в общем в результатах май мы это обязательно увидим покажу еще раз вместе до обложку и мои результаты ну классно скажите классно красота очень нравится мне кажется я даже отшивав его не видел совсем как-то его мало вышивает и в запасах я его особо не видела и готовых работах хотя дизайн очень красивый такой весенний и очень вдохновляющий так что дальше еще один цветочный процесс который мне удалось повышевать тоже новый процесс этого года это маг и часики от чудесной иглы вот такая красота этот дизайн я начала вышивать в марте и в итогах марта очень подробно во всем рассказывал поэтому если вам интересно обязательно проходите смотреть если не видели но я сегодня покажу что у меня на сегодняшний день готова вот такая красота у меня давайте как нибудь надо все уместить немножечко вот сюда под розочки подложим и не бедные уже устали тут пока я снимаю совсем как вы видите я хорошо продвинулась вот этого мага у меня практически не будут у меня было самое самое начало а сегодняшний день он почти готов здесь есть местами пропуски до немножечко и не дышала но основная до масса крестиков не вышит а то есть он почти почти готов мне очень очень нравится что получается очень классный результат и здесь тоже хотелось бы конечно эту работу ведь вышит и оформлены поскорее в наборе шла основа аида от гаммы 14 аккаунта серенького цвета я и заменила на его 28 аккаунт тоже она ручного окрашивания окрашенная еленой группа равномерка на траве мне очень нравится как смотрится на основе как получается ниточки здесь тоже гамма и вот такие темы организовано все мне таком деревянном органайзере тематическом много таких розово-фуксиевых оттенков зеленые серые да для того чтобы забрать баночку или стаканчик и вот такие коричневые не будет использоваться в этих росточках ну здорово мне очень нравится здесь идет частично вышивка в 3 нити частично где скорее так основная часть вышивки идет две нити а вот светлые оттенки в марке такие были на розовый микс белого с розовым с фиолетовым вот это здесь эти все те светлые оттенки не как раз вышиваются в 3 нити есть даже blend 1 плюс 2 вот а так основная часть 2 я все вышиваю по ключу где сказано в 3 вышивая в 3 покажу вам крестики поближе как они смотрятся вроде неплохие backstitch я вообще пока не начинала делать сделаю его позже пока что вы работать только над крестиками здорово не скажу по моему порядка 50 с чем-то процентов у меня на сегодняшний день готова да то есть у меня было где-то 22 я чуть больше 25 вышла добралась до середины дизайна не до середины до половины до по количеству отшитых крестиков вот буду продолжать в планы на май себе его поставила не на завершение на продвижение надеюсь что успею и все мне получится как и это себе задумала вот красивый очень красивый дизайн особенно мне нравятся вот эти все яркие фуксивые оттенки и вот эти цветочки как смотрятся вроде как очень не так просто изображены да но я уверена что когда эта работа будет готова будет очень эффектно все рассмотреться именно вот конечно не сблизи на эту работу рассматривать так вот проходя мимо нее там в коридоре вот я ее планирую в прихожей повесить думаю что она будет обязательно цеплять взгляд и восхищать своей красотой прям уверенно вот давайте перейдем к последнему на сегодняшний день процессу по-моему я 6 как раз вам показала и остался мне 7 7 тот процесс который я больше всего усерднее всего вышивая и очень старательно веду к завершению уже догадались что это и так вот они мишки сладкоежки которые я хорошенько хорошенько продвину моей задачи на месяц апреля было добраться до 90 процентов и о ура я это сделал я невероятно этому рада я прям молодец осталось последние 10 процентов и я настроена в мае с ними расправиться этот тот процесс который может быть не сильно меня вдохновляет тем что на нем изображено тем что у меня получается но мне очень хочется его завершить мне очень хочется оформить его в подушку подарить своей малышке поэтому это то что меня в данном случае мотивирует заряжает и дает мне сил все-таки его продолжать и вести к завершению очень мне хочется с этим повторюсь справиться в мае поэтому я буду усердно опять же над этим трудиться стараться чтобы у меня это получилось даже может быть если придется пожертвовать какими-то другими работами какими-то другими процессами и уделите мало времени либо вообще их не повышевать но вот этот сейчас процесс у меня номер один давайте покажу что у меня появилась за прошедший месяц я завершила вот эту пироженку и перешла к следующему до элементу так скажем так следующей части вышла печеньки вышла салфеточку ее тоже кстати не было этого не было видно на прошлом видео но салфетка тоже была не вышла и вот новый медвежонок появляется у меня не совсем еще он завершён потому что вот здесь сверху не хватает несколько крестиков и не хватает здесь ему колпачка еще этот мешок медвежонок будет в колпачке вот но зато я сделала бэкстич смотрите вот здесь ты пропустила а здесь сделано дело в том что когда удобно было делать как здесь мне хотелось вышивать крестики я поэтому передвинула пяльца то есть я закончила элемент думала нами выше мишку перейду к байку потом мишку завершу думала на вышью вот это перейду к бэк вышла кексом и пышки печенье или так бэк в итоге я дошла до салфетки ну ладно взять бэк и вот отсюда пошла и так сделала но здесь уже не совсем удобно с края поэтому да и на самом деле надоело мне с этим бэком возиться шила эту пироженку пока отложить ну к ней обязательно вернусь не оставлю конечно и в таком виде но тоже здесь значительно бакси чем не добавилось и ставлю сейчас картинку здесь у меня осталось последние пироженка капкейк вот нужно будет его завершить и соответственно полочки завершить и тут еще будет такая висеть веревочка с флажками разноцветными в общем то мне кажется визуально работы немного то есть как бы одна пироженка полочка и бэк но по стежкам да есть складывать переводить бэксич в крестики и складывать с крестиками другими получается больше трех тысяч немножко меня это так пугает и но я думаю что я осилю продолжу наверно передвину пальцы продолжу работу вот здесь сейчас пироженка потом уже буду вид двигаться в обратную сторону в ту и завершать уже все в общем то результат получается классно не кажется напоминает скетч немножко рисунки такие на такие резкие переходы такие пятнистость но в целом в работе это смотрится симпатично и довольно хорошо меня в общем то ничего не смущает нет никаких вопросов к этому дизайну в общем то получается здорово напомню что вышивать данную работу на мурана соответственно это 32 кант и цвет шалфей ниточки димси поключу с нетерпением жду финиша еще раз вам об этом сообщу итак на сегодняшний день это все процессы которые мне удалось повышивать в апреле надеюсь вам было интересно много всего разного много конечно цветочного но есть не только цветочки надеюсь в мае будет еще более интересным более разнообразно еще больше крестиков успеется вышить в общем то такое знаете заряд бодрости вдохновением не присутствует и хочется конечно двигаться вперед и покорять все новые вышивальные вершины и наверное завершение этого видео хочу пару слов сказать о новых видео которые будут выходить на канале но в ближайших планах это видео о прикладной вышивки и лоскутном шитье сейчас я потихоньку собираю изделие которое мне бы хотелось вам показать это как оформленная вышивка так и изделие в лоскутной техники и конверты на продажу знаю что многие мои зрители любят именно эту тематику на моем канале поэтому с удовольствием готовлюсь к таким видео и с удовольствием для вас их снимаю и второе что мне бы хотелось наверное снять жду я сейчас посылку от моей аленки с подарочками x там часть будет моих покупок с 123 и не так давно ко мне еще пришла посылка от полины группа land of stitches тоже там были съемки и ниточки так еще по мелочам в общем на самом деле есть что показать насколько вам это интересно хотите ли вы от меня видео о покупках и подарках ждете ли вы его если да то я конечно сниму очень постараюсь не затягивать новым видео но мая такой предстоит очень загруженный очень много планов всяких разных дел как-то раньше я не замечала что у меня именно май какой-то выходит такой насыщенный в этом году у меня старший ребеночек мой сынок любимый заканчивая детский сад и соответственно будет выпускной подготовка к нему и много всего еще прочего поэтому остается только надеяться что сил и времени хватит на все на этом вот на этом я наверное буду с вами уже прощаться много чего вам сегодня показала много чего рассказала пишите комментарии делитесь своими впечатлениями я всегда с удовольствием их читаю на этом у меня все всем большое спасибо за просмотр за ваше внимание за вашу чудесную компанию пока пока и до скорых встреч моих новых видео